Приветствую зрителей Политека, я Екатерина Шумила, Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией сегодня с нами. Борис, начнем со скандальчика, в сети спорят о том, чей же борщ, после того, как один российский шоумен выставил фотографию с борщом, попрошу показать этот пост и подписал русский борщ. После этого все начали возмущаться тем, почему мало того, что Крым у нас забрали, так теперь еще и борщ. Что скажете? Ну, скажу, что он еще имел наглость, вот насколько я вижу, сало выставить с черным хлебом. То есть тут не только вопрос по борщу. Никакого русского борща нет, есть русские щи, вот, пожалуйста, ешьте русские щи, ешьте украинский борщ, ешьте восточный лагман. То есть вам никто ничего не запрещает россиянам, но борщ украинский. Поэтому руки прочь от нашего борща. И, в общем-то, вот и все, что можно пожелать. Хотя Бочаров, вы знаете, он же абсолютно такой нормальный товарищ. И Шац, это вот одна компания была, Таня Лазарева, Андрей Бочаров и Михаил Шац, они делали когда-то юмористическую программу. Шац я встречал в Украине два раза здесь. И он, кстати, абсолютно таких не поддерживал ни аннексию Крыма, ни войну на Востоке. Поэтому я думаю, что просто, как говорится, некое такое вот затмение на Бочарова нашло. Ну, просто не знал, что борщ, что украинский. И я не думаю, что стоит биться и доказывать, что борщ и вареники это наши, если какой-то российский шоумен что-то написал. Мы можем точно так же написать, присвоить себе. Но зачем? Украинская кухня одна из самых вкусных, она самодостаточная. И стоит просто сделать одну вещь. Пожелать всем нормальным людям приятного аппетита и выводить все-таки этот борщ из политической плоскости исключительно в плоскость кулинарную. Министр культуры Эткаченко инициировал даже то, чтобы внести борщ, ну это еще было до скандала, в национальные блюда, если не ошибаюсь, то ли национальное достояние Украины. Конечно. Это отличная идея. И я считаю, что вот должно быть несколько блюд в разных кухнях. У нас же не вызывает как бы сомнения, чья пицца, да? Поэтому я считаю, что в каждой кухне должны быть вот такие свои фишки. Это нужно фиксировать, может быть, даже и на государственном уровне в том числе. Помимо одежды национальной, помимо какой-то музыки национальной, национальных песен, почему бы кухню не причислить вот к этому национальному наследию? Тем более, да, это у нас на нашей земле разработано изобретено. Ну и насколько я понимаю, в политике других стран аналогично кухня политическая тоже присутствует. Да, но попробуйте итальянцу сказать, что пицца не итальянская. Он быстро вам объяснит. Поэтому я считаю, что да. Из политики выводим, ищем во всем позитив. И напоминаем всем, что борщ украинский. И желаем всем приятного аппетита. Борис, спасибо большое за ваш комментарий. Борис Тизенгаузен был на Политека. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Продолжение следует...